Здравствуйте! Это программа о здоровье. Мы снова будем говорить с вами о том, как сохранить здоровье и как предупредить серьезные заболевания. Ведь жизнь дается человеку лишь раз, а шанс вернуть здоровье есть всегда. Увеличивается количество пациентов с поражением глаз, с вирусными конъюнктивитами, потому что существует достаточно большое количество вирусов, которые кроме поражения слизистой носа и ротоглотки поражают и слизистые глаза. Единственное, что головная боль у детей дошкольного возраста она встречается значительно реже, и по нашим данным составляет где-то 20-30%. Особенности питания в зимний период складываются в первую очередь из-за того, что зимой человек мало двигается, снижается физическая активность. Знаете ли вы, что взрослый человек болеет вирусными инфекцией в среднем 2-3 раза в год, а дети еще чаще? Вирусы размножаются преимущественно в верхних дыхательных путях, поэтому вирусные инфекции почти всегда сопровождаются лорзаболеваниями. Гиперемия слизистых оболочек, отечность, резь, першение, насморк – вот неполный список первых проявлений попавшего в организм вируса. Конъюнктива глаз – еще одна зона поражения. Как защитить себя от вирусного конъюнктивита? И что делать при первых его признаках? При повышении уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе в гриппе, увеличивается количество пациентов с поражением глаз, с вирусными конъюнктивитами, потому что существует достаточно большое количество вирусов, которые кроме поражения слизистой носа и ротоглотки поражают и слизистые глаза. И тогда на фоне общей интоксикации температуры и всех респираторных проявлений у пациентов появляется покраснение глаз, отделяемое по утрам, резис, слезотечение и весь букет наших глазных проблем. В этом случае, конечно, желательно обязательно посетить офтальмолога, потому что вирусные конъюнктивиты различаются по тяжести. От самых легких, которые пройдут вместе с вирусной инфекцией на фоне общего антивирусного лечения, до достаточно тяжёлых поражений, с длительностью нетрудоспособности до полутора месяцев и со снижением зрительных функций, с остаточными явлениями, которые приводят к стойкости снижения остроты зрения. Для того, чтобы отдифференцировать таких пациентов, конечно, осмотр окулиста желателен. Итак, конъюнктивит может протекать в разных формах в зависимости от тяжести процесса и проявляется, как правило, покраснением глаз, отёком век и гнойными выделениями. Наблюдаются светобоязнь и слезотечение. Но только ли этим опасен инфекционный конъюнктивит? Если не лечить, то симптомы нарастают, жалобы у пациентов нарастают, они находятся в безвыходном ситуации. То есть такое заболевание само не пройдёт, оно просто в конечном итоге вызовет тяжёлые осложнения, снижение зрения, и пациент, он всё равно к нам придёт. Просто мы этот процесс будем лечить либо неделю, либо месяц. То есть если в тяжёлой стадии уже пациент пришёл, и запущенные формы мы уже видим. Но сам процесс не пройдёт, поэтому без окулиста данным пациентам не обойтись. А потому без лечения вирусный конъюнктивит оставлять нельзя ни в коем случае. Мы обычно назначаем противовирусные капли, кратность закапывания которых, к сожалению, достаточно высока. То есть при назначении противовирусных препаратов назначается кратность закапывания 6-8 раз в день, потому что противовирусные компоненты работают в течение 2 часов. Но эффект от лечения достаточно хороший. За 5-7 дней пациенты избавляются от всех проблем, если не развиваются осложнения, с которыми мы уже боремся, в общем-то, сами длительно, и которые от нас требуют дополнительного контроля за пациентом и периодического его осмотра. Если вы всё же заболели, позаботьтесь о близких. Пользуйтесь отдельными от них полотенцами, наволочкой, салфетками. Например, аденовирус очень заразен и может сохраняться на стекле, одежде, постельном белье, который обязательно нужно кипятить от 10 до 45 суток. У людей с сахарным диабетом осложнения в виде сердечно-сосудистых заболеваний в несколько раз более вероятны, чем у людей без диабета того же возраста. Дело в том, что для сосудов очень вреден повышенный уровень глюкозы в крови. Как же обезопасить сосуды и избежать развития осложнений? Уважаемые друзья, сегодня мы поговорим с вами об одном из тяжелейших осложнений сахарного диабета – сердечно-сосудистые нарушения. Данные нарушения связаны тоже с нарушением качества мелких сосудов из-за высокого сахара в крови и в данном случае ещё и в связи с нарушением функционала сосудов повышенным холестерином в крови. Данные осложнения приводят к устойчивому нарушению памяти, к атеросклерозам, к инсультам, к иночемической болезни сердца. Женщины, как практика показывает, более устойчивы в обычной жизни к данным заболеваниям. Но заболевания – сахарный диабет, и на них накладывает негативный отпечаток. Женщины теряют защитные барьеры и также очень сильно подвержены ищемическому заболеванию сердца. Основой профилактики данных осложнений является, конечно же, постоянный самоконтроль сахара в крови. Это периодическая сдача анализов на наличие холестерина в крови. Это диета и активные физические нагрузки. Для кого-то более активные, а для кого-то подойдёт и длительные прогулки по парку, в лесу, где вам будет комфортно и удобно. И не забывайте регулярно производить измерения артериального давления и уровня сахара в крови. Ну и в завершение традиционно защитите семью, предупредите диабет. Особенности питания в зимний период складываются в первую очередь из-за того, что зимой человек мало двигается, снижается физическая активность. Всё-таки на какие же аллергены у вас есть конкретная реакция? Если реакция на пыльцу берёзы, то очень часто наблюдается реакция перекрёстная на землянику, на клубнику. Холод и мороз так и провоцируют нас съесть что-нибудь вредное. За зиму мы прибавляем в весе несколько килограммов. Как же питаться правильно, чтобы компенсировать все энергетические затраты и поддержать иммунитет? Советы диетолога. Особенности питания в зимний период складываются в первую очередь из-за того, что зимой человек мало двигается, снижается физическая активность, также уменьшается количество светового дня, настроение изменяется. Это связано с уменьшением выработки мелатонина. И также замедляются энергетические обмены, основной обмен веществ. И традиционно в зимний период человек прибавляет от 500 грамм до 2-3 килограмм. В этот период диетологи рекомендуют выбирать такой рацион питания, который бы поддерживал иммунную систему и обеспечивал энергетические процессы. Основа нашего питания должна состоять из белков. Белки – это основной пластический материал, защищает иммунную систему. Белки у нас представлены традиционно животными продуктами и растительными продуктами. Но всё-таки стоит акцент отдавать животному белку, поскольку там содержатся незаменимые аминокислоты. Они формируют иммунитет и ответственны за обновление тканей. Конкретно какие же белки нужно выбирать? Это куриное мясо, это кролик, это лёгкая говядина или телятина. А второй принцип питания в зимний период – это, конечно, регулярность. То есть считается, для того, чтобы поддержать нормальную массу тела, не набрать лишних килограмм, мы должны питаться каждые 3-4 часа, исключая период сна и покоя 12 часов желудочно-кишечного тракта. Ну, конечно, не у всех это получается, но всё-таки такой тенденции нужно придерживаться. Обязательно должен быть лёгкий завтрак, может быть, на работе какой-то второй перекус, и не забывать про обеды. И особенно для уральского региона обеды должны включать бульоны либо супы. Из бульонов отдаётся предпочтение облегчённым, то есть это куриный бульон, либо снятые бульоны, допустим, приготовленные на телятины, накануне сваренные, снятый жир и использование дальше в процессе приготовления. Третье важное правило – не забывать о витаминах. Зимние источники витаминов – это клюква, квашеная капуста, замороженные ягоды. Очень важным моментом является употребление углеводов, потому что углеводы – это источник быстрой энергии, он поддерживает наш обмен веществ, он даёт нам силы, радость, даёт возможность работы, умственной деятельности, фрукты, то, конечно, лучше в натуральном виде, без использования цукатов либо дополнительных содержания сахаров, легко усвояемых сахаров. И ещё очень важно, конечно, это питьевой режим. Мы с вами находимся в зимний период в таких неблагоприятных условиях, то есть чаще бываем в тёплом помещении, помещение отапливается, соответственно, концентрация влажности снижается, и для того, чтобы кожа не старела, поддерживалась естественная влажность, нам необходимо употреблять достаточное количество жидкости. Ну, жидкость – это чистая питьевая вода, и различные напитки – отвар шиповника или тёплые компоты, или зелёный чай, естественный природный антиоксидант. Либо, допустим, делать чай с содержанием имбиря, мёда, лимона. Это также вещества, которые традиционно защищают иммунитет от склонностей к простудным заболеваниям и дают легче переносить холодные климатические условия. Аллергия станет главной проблемой человечества в 21 веке. Об этом заявляют эксперты ВОЗ. Ежегодно количество аллергиков в России увеличивается на 20%. Специалисты отмечают, что россияне предпочитают маскировать симптомы с помощью лекарств, часто не представляя, на что именно у них аллергия. И они даже не пытаются пройти полный курс лечения, что лишь усугубляет проблему. Именно сейчас, зимой, лучшее время для того, чтобы выяснить причину вашей аллергии и начать лечение. О том, где и как это можно сделать, поговорим подробнее. Прежде всего, речь идёт о полинозе, особом виде аллергии, реакции на пыльцу, цветущих деревьев и трав. Полинозом страдают в основном городские жители. В больших городах из-за загрязнённости воздуха проницаемость слизистой оболочки носоглотки повышена. Кроме того, из-за плохой экологической ситуации сама пыльца становится более агрессивной, так как её обволакивают компоненты смога. Как правило, заболевание начинается с момента цветения. В нашем регионе это обычно майские праздники, когда зацветают деревья, ольха, берёзы первые. И практически до сентября месяца. Антигистаминные препараты лишь снимают симптомы, но не лечат саму болезнь. Чтобы держать аллергию под контролем, необходимо проконсультироваться со специалистом, который поможет найти аллерген-провокатор и назначит адекватное лечение. То есть у вас есть подозрение на то, что у вас аллергическая реакция, вы замечаете, да, что чётко в определённый период времени, какой-то период времени вас беспокоит заложенность носа, чихание, обильное выделение из носа, зуд глаз, зуд носа, смотря какая форма. Потому что есть и кожное проявление, высыпание на кожу, зуд кожи именно в этот период времени. То, в общем-то, не тяните, идите сразу. Если вы обратились к врачу в период обострения заболевания, вы получите курс лечения для того, чтобы снять эти проявления, снизить поступление аллергена и облегчить дальнейшее течение заболевания. А дальше вы должны пройти обследование аллергологическое и выявить, всё-таки на какие же аллергены у вас есть конкретно реакция. Если реакция на пыльцу берёзы, то очень часто наблюдается реакция перекрёстная на землянику, на клубнику, на орехи, в частности, миндаль, арахис. И об этом нужно знать, потому что если вы зимой съедите земляничного варенья, у вас могут проявиться такие точные симптомы, как если бы это было цветение берёзы. На приёме врач-аллерголог научит, как правильно жить с аллергии, какой придерживаться диеты, правил в быту, как предотвратить контакт с аллергеном. Но главное назначить грамотное лечение. Есть два пути. Принимать сезонное лечение, то есть предсезонную подготовку непосредственно лечения в сезон. Второй путь – это попытаться всё-таки с этой аллергией бороться. Для этого существует так называемая специфическая иммунотерапия, когда вводится по нарастающей различной дозе того или иного аллергена, характерного для данного пациента, в течение определённого периода времени. Как правило, это 3 года. Зимний период времени, если мы говорим о пыльцевой сезоне аллергии. Можно вводить путём инъекций. Есть сублингвальное, когда можно капать просто под язык. Но, к сожалению, разница в цене достаточно существенная. Поэтому это препараты зачастую импортного производства. Поэтому здесь подбирается индивидуально, в зависимости ещё от того, насколько пациент может, я бы сказала так, дисциплинированно подходить к выполнению назначения врача. Вот такое вот приучение организма, переключение на безвредный ответ иммунный для пациента приводит иногда к стойкой ремиссии до 12-15 лет. Кроме того, сейчас в период гриппа и ОРВИ аллергикам также стоит уделить повышенное внимание профилактике простудных заболеваний. Но врачи предупреждают, бесконтрольный самостоятельный приём иммуномодуляторов может утяжелять течение аллергии. Поэтому необходима помощь специалистам. Мы напоминаем, что к 23 февраля готовим специальный выпуск программы, посвящённый вопросам мужского здоровья. Дорогие телезрительницы, а как вы храните и сберегаете здоровье ваших любимых мужчин? Что делаете для этого? Может быть, вы их как-то по-особому кормите? Может быть, вы с ними много гуляете? Или даёте как-то отдохнуть по-особому? Присылайте свои рецепты мужского здоровья на наш сайт 1обл.ру, в социальные сети, в группы ВКонтакте и в Одноклассниках программа о здоровье. Лучшие рецепты мы обязательно отметим призами. Я знаю, что вы часто встречаетесь с людьми, у которых излишний вес. Самое главное, на занятиях уделяем внимание, конечно же, построению цели, мотивации для того, чтобы не просто снизить вес. По нашей программе это сделать, в принципе, легко. Единственное, что головная боль у детей дошкольного возраста, она встречается значительно реже, и по нашим данным, составляет где-то 20-30%. Что такое идеальный вес? Это хорошая фигура, отличное настроение и, в первую очередь, показатель здоровья. Как можно достичь оптимальных показателей своего веса и при этом не нанести вред здоровью? Какие методы выбрать? Куда обратиться за помощью? Об этом мы поговорим с Мариной Ларцевой, руководителем Центра коррекции веса. Здравствуйте, Марина Алексеевна. Здравствуйте. Я знаю, что Вы часто встречаетесь с людьми, у которых излишний вес, ну, по своей работе. Как Вы вообще видите эту проблему? Да, действительно, в современном мире проблема лишнего веса встречается очень часто. Ну, процентов 30-40 населения, ну, и нашего города, и, конечно, нашей страны страдают избыточным весом. А это всё приводит, конечно, к ряду заболеваний. Они так и называются сопутствующие заболевания лишним весом. Такие, как и сахарный диабет, и заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Это как бы звоночки, которые наш организм говорит, что что-то ты делаешь неправильно, мне не нужно столько еды, мне тяжело столько перерабатывать. И если человек слышит эти звоночки, конечно же, он начинает заниматься этой проблемой. Если нет, наш организм продолжает включать всё новые и новые проблемы со здоровьем. Я с вами согласен, и вот я думаю, что действительно это даже не как предательство своего тела получается, так говорят психологи. Скажите, а какие доводы вы приводите, чтобы убедить людей, чтобы они обратились к вам? Как вы с ними работаете? Самое главное, на занятиях уделяем внимание, конечно же, построению цели, мотивации, для того, чтобы не просто снизить вес. По нашей программе это сделать, в принципе, легко. А самое главное, чтобы человек удержал этот вес, чтобы он остался именно в тех объёмах, в тех формах, которые он достиг, потому что всё равно же это работа. Работа над собой. А какие вообще мотивы могут привести человека к вам? Процентов 60, те, кто приходят к нам в центр, это люди, которые уже благодаря лишнему весу потеряли или начинают терять своё здоровье. Это первая цель. Вторая, ну, конечно же, очень важная цель стать примером для своих детей. Очень часто дети, дети, это же наше отражение, и когда мама выглядит плохо, дети начинают стесняться своей мамы, потому что, ну, кто-то рассуждает, ой, это что за тобой бабушка пришла? Оказывается, мама. Ой, здесь я очень соглашусь с вами как раз, потому что действительно детская тема мне вообще близка, и я думаю, что дети, они всегда нас отражают, и, конечно же, это очень хороший мотив. А какие вообще методы есть в вашем центре, что вы можете применить? Ну, вообще мы работаем на закрытие центра насыщения, то есть что это значит? После уже первого занятия наши клиенты не хотят есть. Вот это наша изюминка. Да, совсем. Они могут наедаться очень маленьким количеством пищи, за счёт этого снижают вес. Конечно же, применяется очень много современных техник психотерапии, чтобы этого всего добиться, и поэтому влияние идёт на каждого. То есть не бывает так, что на кого-то... То есть у вас такой индивидуальный подход, да? И индивидуальный, и групповой, да. И групповой, и индивидуальный. Да, наверное, и групповая тоже очень важная вещь, чтобы они смотрели друг на друга, на свои успехи. Да, смотрели, слушали. А как нужно быстро вообще снижать вес, по-вашему? То есть это должен быть как-то обвал такой прямо, что будет? Или, может быть, помедленнее какой-то? Какие у вас... Ну, обвала, может быть, каждый клиент и хотел бы получить. То есть только этого не получается, да? Но в среднем, по нашей программе, женщины теряют от 10 до 15 килограмм в месяц. Ну, хочу сказать из практики, что когда начинают вес снижать, когда чувствуют вот эту лёгкость в теле, и хочется, чтобы быстрее, 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 быстрее. И вот уже потеряв там 10-12 килограмм буквально там за 15 дней, начинают, ой, что-то у меня медленно вес уходит. А вот как вы уже фиксируете успех, с какой частотой, как вы даёте подтверждение, что вот, ну, всё, молодец, хорошо. Мы в процессе, когда клиент снижает вес, он каждый день находится со мной на связи. То есть если возникают какие-то вопросы, то всё это разбираем, всё это регулируем. То есть каждый день на связи. Понятно, понятно, понятно. Скажите, а вот мы знаем, что у вас сейчас открывается какой-то новый проект. Расскажите немного нам об этом. Да, сейчас с каналом ОТВ мы запускаем новый проект «Стать стройным легко». Я приглашаю всех жителей города Челябинска и Челябинской области, которые хотят стать к лету стройными, поправить своё здоровье, улучшить самочувствие на наш кастинг, который состоится 17 февраля в 17.00 по адресу Комсомольский проспект 42-Б. Желающие, пожалуйста, приходите. И я добавлю, что участие в телевизионном проекте «Стать стройным легко» абсолютно бесплатно. А подробно о проекте вы узнаете по телефону, который видите на экране. Будьте стройны, а главное – здоровыми. Если ребёнок здоров, у него вряд ли будет болеть голова. Но в некоторых ситуациях головная боль может возникать и у здоровых детей. Это одна из жалоб, которая входит в десятку самых частых. Именно по поводу головных болей у детей родители обращаются к врачу. Как помочь ребёнку при головной боли? В каких ситуациях нужно сразу обратиться к доктору? Головная боль у детей возникает практически с того момента, как они начинают говорить. То есть ребёнок может объяснить родителям, что что-то его беспокоит. Единственное, что головная боль у детей до школьного возраста встречается значительно реже. И по нашим данным составляет где-то 20-30%. А с возрастом перехода ребёнка в школу старше 7 лет чистота головной боли значительно увеличивается. И у подростков в возрасте 12-15 лет может достигать 90 и даже 100%. Единственное, что частота и интенсивность головной боли, она может варьироваться. Головная боль у ребёнка возникает по самым разным поводам. Но на первое место врачи ставят переутомление в школе и несоблюдение элементарных правил. Если ребёнок много учится и занимается дополнительно, вместо горячего обеда перекусывает на бегу, а прогулки и играм на свежем воздухе предпочитает любимый гаджет, головная боль ему практически обеспечена. Если ребёнок пожаловался на головную боль, то нужно смотреть на интенсивность или степень выраженности головной боли. Если это очень яркий обезон с выраженной какой-то тошнотой, может быть, сарготой, со света, звукобоязнью, то здесь однозначно нужно обратиться как можно быстрее к врачу, чтобы врач выяснил, в чём же причина, чтобы не пропустить какую-то тяжёлую катастрофу. Если головная боль возникает у ребёнка как-то периодически, она маловыраженная, она связана с какими-то определёнными нагрузками, экзамен в школе, например, или какая-то стрессовая ситуация, то здесь не нужно сильно паниковать родителям. В качестве первой помощи обеспечить ребёнку покой, убрать раздражающий свет, звук, дать ребёночку возможность отдохнуть. Головная боль в любом случае – это повод обратиться к врачу. С точки зрения невролога для нас важно провести нейровизуализацию, то есть это магниторезонансная томография головного мозга с целью оценить структуру головного мозга и исключить какое-то крупное неблагополучие в головном мозге. Имеет значение осмотр окулиста, так как одной из причин головной боли может быть неправильно подобранные очки или, наоборот, отсутствие очковой коррекции. Лечение головной боли зависит от вызвавшей её причины, и его может назначить только врач. Но в списке назначений обязательно будут профилактические советы. В первую очередь – грамотное чередование умственной и физической активности, обязательные прогулки на свежем воздухе и ночной сон не менее 9 часов. На сегодня это всё. Мы встретимся с вами через неделю. Пишите нам письма, задавайте вопросы, а также темы, которые вас интересуют. Берегите себя и помните, что жизнь и здоровье зависят в первую очередь от нас самих.